Раньше танковому и мотострелковому подразделениям ВВО приходилось выезжать на полигон Бурдуны в Кяхту. Действующие в Сосновом Бару и на дивизионной не позволяли проводить подготовку танкистов и наводчиков-операторов БМП-2 в полном объеме. Дополнительные выезды – это эшелоны, передвижения и лишние затраты. Теперь ехать никуда не придется. Новый полигон с Сосновым оборудован с учетом опыта ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. С введением в эксплуатацию данного полигона уже танковая бригада, которая у нас единственная в округе, сможет практически здесь и работать, выполнять упражнения штатным снарядом. Наводчики-операторы БМП-2 тоже сами смогут в полном объеме выполнять упражнения. То есть не требует никаких затрат, перемещений, а полигон вблизи пункта постоянной дислокации. Появление этой танковой директрисы значительно повысит уровень боевой выучки танкистов и позволит качественно подготавливать экипажи для участия в танковом биатлоне. Раньше для стрельбы на танках Т-72Б штатным снарядом подразделения совершали многокилометровые марши. Проводить занятия на своем полигоне, не выезжать за 300 километров от дома, заниматься вблизи пунктов постоянной дислокации. На новом полигоне возведены сирийские валы и огневые позиции для БМП габионного типа. Движущиеся модули позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней, чтобы отрабатывать боевые стрельбы танковой роты как в обороне, так и в наступлении. Я уверен, что, конечно же, это повысит боеготовность вооруженных сил 36-й армии. У нас находится 5-я отдельная танковая Тацинская бригада и 37-я мотострелковая бригада, где танковые соединения есть. Хочу сказать, что военнослужащие 36-й армии всегда являются победителями чемпионата мира по танковому биатлону. Новейшие радиоуправляемые мишени поднимаются и опускаются по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельб и двигаются по рельсовой дороге. Мария Латышева, Антон Колесников, Новости дня.